В прошлом году в Шенгар-Лауцком районе подвели воду к четырем населенным пунктам. Отремонтированы 44 километра автодороги Шенгар-Лау-Сигесцай, обновлены четыре медицинских учреждения, а в селе Ахша сдана в эксплуатацию амбулатория. Обо всех сдвигах в районе отчитался на итоговой встрече с жителями Аким района и держан Турмагамбетов. В сельском собрании приняли участие первые заместители Акима области Мухтар-Манкеев и секретарь областного маслихата Малик Кульшар. Перед отчетом, по традиции, все плоды трудов Шенгар-Лауцев за год выставили на всеобщее обозрение. Основной упор был сделан на улучшение инвестиционного климата. В прошлом году объем ложных средств составил 2,4 миллиарда тенге. Благодаря механизмам государственной поддержки в районе открыли новые торговые дома, объекты общественного питания, развлекательные центры. Число субъектов малого и среднего бизнеса достигло 702. Заметен рост и в сельском хозяйстве. В отчетный период созданы 20 новых сельхозформирований, которые получили в пользование 30 гектаров. В ближайшей перспективе в селах Алмаз и Акбулак построят откормочные комплексы. Ведется работа с инвесторами по расширению посевных площадей. В январе был объявлен конкурс для определения земельного участка в целях реализации инвестиционного проекта. Ожидается, что инвестор будет использовать растеневод свиновой технологии. Ведется работа по улучшению пород животноводствия. В 2019 году число племенных хозяйств выросло до 9. Они разводят поголовье ангусовской породы, казахской белоголовой, сементальской и герифордовской породы. Программа развития регионов оказывает влияние на рост экономики и в этом районе. В прошлом году четыре села обеспечили качественной водой. Сейчас ведется водопровод к селам Алмаз и Актау. Готова документация еще на 8 населенных пунктов. Отремонтированы школа в райцентре и объекты здравоохранения в селах Шохтабай, Амангельда, Харагаш, Актау. В рамках государственно-частного партнерства в селе Акшат открыли врачебную амбулаторию. В пяти селах планируют строительство многоквартирных домов. По поручению президента в районном центре возведут физкультурно-оздоровительный комплекс. Большой фронт работ завершен в ремонте дорог. Это ремонт дороги Шенгарлау-Сегисай. В этом направлении завершен ремонт 44 километров дороги. В этом году около пяти тонн щебня по согласованию с представителями НПО и общественниками будут постелены на улицах районного центра. Готовы поезды на ремонт дорог в селах Ашасай, Ахшат и Шенгарлау. Жители района попросили также ускоренно завершить и остальные участки дороги Шенгарлау-Сегисай. Население нашего района очень просит вас, Мухтар Новорзбавич, помочь и в дальнейшем отремонтировать эту дорогу. Так как она очень нужна всем нам. По ней наши жители ездят не только по сельским округам, но и в Актубе. Здесь вдоль трассы расположены приграничные села. Это обеспечит стабильность, положительно скажется на развитие малого и среднего бизнеса, дорожного сервиса, обеспечит налоговое поступление и привлечение инвесторов. В нашей области 5000 километров автодорог и в хорошем удовлетворительном состоянии только 31%. В связи с этим, согласно поручению Акима области, по каждому району были разработаны пятилетние долгосрочные планы, согласно которому данная дорога тоже предусмотрена в этой пятилетке ремонт. А жители села Акбулак предложили построить у них дом культуры. Кроме того, ждет ремонта дворец культуры в районном центре. Этот дом культуры есть в пятилетнем плане работ, но эффективность каждой тенге будет перепроверяться. Мы будем смотреть, куда прежде всего нужны расходы. Такие объекты нужны и в других селах. Например, в селе Тасмула просит дом культуры. Но в селе, где живут всего 700 человек, строить такой объект, наверное, не совсем эффективно на данный момент. Это тоже нужно учитывать при наличии более важных проблем. Годовая работа районного Акимата была положительно оценена. После отчетной встречи первый заместитель Акима области Мухтар Манкеев принял сельчан, пришедших к нему с личными вопросами.